Начинаем с гостей, пожалуйста, ваш комментарий. Окей, я думаю, это было очень тяжело, это не легко победить здесь. Сибирь – это очень хорошая команда. Тяжелая была игра, но не так легко дается здесь победой. Сибирь – она очень хорошо играет дома. Мы хорошо начали, забили два быстрых гола, и это помогло нам. В конце периода у Сибири было несколько моментов, которые были не реализованы. Второй период было хорошо, пока два пеналтия. И тогда Бобровский был очень хорошим в этой ситуации. Второй период тоже неплохо начали. Только два удаления сбили нас немножко. В этот момент Бобровский хорошо сыграл. Третий период, я думаю, мы играли умные, пока они получили первую позицию. И тогда, конечно же, мы были более хорошими. Но, несмотря на то, что для нас, мы решили удалить 2-1. Третий период хорошо начали, хорошо играли, умные играли. И играли до того момента, пока Сибирь не забила, после чего у нас было давление большое. Но мы рады, что сумели удержать счет 2-1. И если я думаю о Сибири, то Лехтера очень много задало проблем. Да, я бы хотел, что они немножко были посвежее все-таки после вашего вызова национальную команду. Все-таки у них были моменты сегодня, но не хватило, мне кажется, все-таки свежести. До сих пор они не могут прийти в себя. Чуть не хватило того, они могли больше, мне кажется, доставить хлопот СКА. Но я бы хотел сказать, да, команду СКА поздравить с победой. Ну, знаете, вроде равная такая хорошая игра. Ну, вот первый период 0-2, да? Вроде так посмотришь и говорили, что очень мало надо дать шансов игрокам Питера, чтобы они реализовали это как бы в голы, да? И вот это вот, опять же говорю, вот эта концентрация наша в начале, где мы чуть-чуть... Опять же, какие-то моменты чуть-чуть, все чуть-чуть, и это дает нам... Нам нельзя, нам нельзя, опять же говорю, если им нужно создать намного меньше голевых моментов, то нам нужно их создать, как сегодня было их уйма, чтобы забить. Вот, к сожалению, это так. Но, опять же, хочу сказать, второй гол был после удара в голову. Знаете, ну, опять же, говорю, мне... Знаете, очень было неприятно, да, когда начинаешь разговаривать с арбитром, да, и тебе человек... Не вопрос, знаете, да просто скажи там, пропустил, не видел. Даже после первого периода подошел, посмотрел фильм, и говорю, чистый удар в голову, да? И в наглую человек такой вот, в наглую, говорит, мы тоже смотрели, было все в плечо. Вот, знаете, все может быть, мы каждый ошибаемся, каждый из нас что-то... Каждый из нас, как бы, не прост, да, вот, но, опять же говоря, есть... Если ты ошибся, имей, как бы, смелость. Я не знаю, четыре глаза, два арбитра не видели, не видели этот удар в голову, после чего был второй гол, который, в общем-то, и перевернул игру, смазал все нам. Гандикап, 2-0, соска, очень тяжело отыгрывать. Для меня вот это очень довольно-таки неприятный момент. Очень неприятный момент. Можно все там пропустить, зацеп, можно все... Наверное, это говорит о квалификации, если они это не видели. Я не думаю, какая-то предвзятость здесь была. Но это, ребята, это очень плохо, это очень плохо. Это... Это никуда не годится. Спасибо. Вопрос, пожалуйста. Вячеслав Ильич, еще в третьем периоде в конце было, что заметка возникла до Таймана. Что хотели следовать? А по-моему, что стал плюс? Скажите. Ну, мы немножко ломали игру. Дали немножко... Там, опять же, нам показалось, что... Опять посмотрим, опять будем разговаривать, пошлем, если что. Опять нам показалось, что на Лехтере было удаление. Опять не развел руками. Ну, нужно... Ну, вы понимаете, ну, опять же, ну, работают все хоккеисты, работают эмоции, дают... Ну, и также арбитры работают. Он должен что-то показать. Должен показать... Пришел в полный зал. Он должен показать... Или не было... Ну, ничего. Вот действие арбитра никакое. Я не понимаю, или это какая-то заторможенность. Или это такая... То, что он... Самый главный. Я не могу понять. Но ты должен что-то показать. Должен что-то объяснить. Опять, ну, очень много нареканий, но... Не знаю. Квалификация. Есть иностранные арбитры. Я слышал, что неплохие условия для арбитров. Опять же говорю. Не знаю. Но сегодня очень это разочаровало. Какая-то малка квалификация российских арбитров в целом? Я считаю, что арбитры и одной квалификации, как и в Финляндии, и в России, как и везде. Иногда они ошибаются. Иногда тренинг ошибаются. Иногда игроки ошибаются. Вопрос, Вики Явлевна. Общались ли вы с Владимиром Тарасенко до игры? Было понятно, что для него сегодня особенный матч. Какие слова вам, о чем вам сказать? Мы знали, что это очень особенный матч для него. И поэтому они играли на первой линии. И я думаю, что мы им дали много ответственности. И я думаю, что он играл. Он не начался так хорошо, но он улучшил во время игры. Это было хорошо для нас. Да, конечно, мы знали, что это будет для него сильная игра. И поэтому они вышли сегодня в первом линии. И достаточно большую ответственность на ней положили. Но начал он не очень хорошо, но постепенно-постепенно стал лучше и лучше. Еще вопросы будут? Нет? Спасибо, тренер. Я вас подержу. Спасибо.